Дорогие ветераны, уважаемые жители Бесагиноса, от всего сердца поздравляю вас с праздником Победы. Всех тех, кто самоотверженно боролся за счастье и жизнь своих родных и любимых. День Победы мы всегда встречаем вместе. Так было, и я уверена, что так будет, пока будет жив хоть один ветеран на земле, их внуки и правнуки. Именно благодаря вам, молодое поколение сегодня точно знает, что свобода это бесценный дар, который необходимо бережно хранить и защищать. Никакими словами нельзя передать нашу гордость и восхищение вами. Вы наше бесценное достояние, вы наша сила и вера. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Это было воскресенье. Была память всех святых в земле российской, про просеявшей. То есть, как бы показывало, что мало уже стало святых людей. Люди удаляться стали от Бога. И вот за это Бог и говорит, когда вы удалитесь от меня, я наведу на вас врагов. Вот эта война, она приблизила людей к Богу. Все видели ад, видели страшное. Что может сделать человек, в которого вселился дьявол? И они обращались к Богу. Открылись храмы. Люди начали молиться. И Бог помог. Война закончилась 6 мая 1945 года. В день памяти великомученика и победоносца Георгия. Было воскресенье и была Пасха. Война закончилась на Пасху. Христос победил смерть. И воскресший явился к людям и победил всему миру свободу и радость. Ни злобия, ни обидчивости. Мы должны хранить эту любовь, которую нам еще раз дарит каждый год Господь. Разрешите поприветствовать всех висагинцев в вашем прекрасном городе в столь праздничный, дорогой для всех день. День Великой Победы. И разрешите передать приветствие и поздравление с праздником от чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Литовской Республике Удальцова Александра Ивановича. Дорогие ветераны, 9 мая наш главный поистине общенародный праздник. Мы всегда будем помнить, что именно Советский Союз принял на себя самые мощные удары врага и сыграл решающую роль в разгроме нацизма, сорвав кровавые планы по порабощению всего мира. Именно советский солдат совершил бессмертный подвиг, величие которого не померкнет в веках, стал главным победителем в этой смертельной мировой войне. В годы войны бок о бок сражались и погибали представители самых разных национальностей. Русские, белорусы, украинцы, казахи, татары, евреи, литовцы, латыши, эстонцы и многие другие. Серьезный вклад в освобождение от фашизма внесла и вступившая в бой в феврале 1943 года на Орловщине 16-я литовская стрелковая дивизия. Россия чтит ветеранов Великой Отечественной войны, оказывает им всестороннее содействие. В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, последние годы проживающим в Литве инвалидом и ветераном войны, узником концлагерей, вдовом погибших и умерших ветеранов, оказывается пожизненное материальное обеспечение. От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, бодрости духа. Для нас вы всегда останетесь ярким примером беззаветной преданности Родине, героизма, стойкости, мужества и патриотизма. С праздником вас, дорогие друзья, с Днем Победы. Удальцов Александр Иванович. Позвольте от имени чрезвычайного полномочного посла Республики Беларусь в Литовской Республике Александра Михайловича Короля, от всего состава посольства Беларуси в Литве и от себя лично поздравить вас с этим поистине великим и дорогим праздником. С Днем Победы. Ваш героические, боевой и трудовой подвиги, ваш вклад в добытую ценой неимоверных усилий, победу и наше общее будущее заложили основу для мирной жизни на всей планете Земля. Беларуси помнят и бережно хранят память о событиях тех лет, об ужасах войны и о подвигах наших матерей и отцов. В нашей истории праздник Победы это не только возможность вспомнить исторические уроки, это святой праздник для каждой беларусской семьи. В этот день каждый из нас ощущает причастность к великому событию, ощущает гордость за свой народ и его историю. Праздник Победы утверждает настремление к новым достижениям и героическим поступкам, достойным славы наших отцов и дедов. Все мы безгранично обязаны вам, дорогие ветераны, за ваши слезы гордости, за ваши утраты и лишения, как и за то терпение, которое привело вас к вере в общие человеческие идеалы, привело вас к победе. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, низкий вам до земли поклон. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым. Поклонимся всем тем, кого забыть нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Всем миром, всем народом за тот великий бой. Спасибо. Этот день – день веселья и скорби. На протяжении многих десятилетий День Победы является самым святым праздником для всех граждан. В этот день одержана окончательная победа над фашистской Германией во Второй мировой войне. Дорого далась эта победа многим народам. На этой страшной войне погибли более 20 миллионов человек. В каждой семье есть кого вспомнить. Память об этой великой победе будет вечно передаваться из поколения в поколение. Берегите родных, их любовь, и всегда поддерживайте это главное. С Днем Победы, друзья! Низкий поклон вам, ветераны, за сегодняшнее безоблачное небо. Я родом не из детства, я родом из войны. И потому, наверное, ценю каждый прожитый мой сегодня день. Нас иногда называют дети войны. И нам уже всем далеко за 70. И мы не понаслышке знаем, что такое война. Знаем через наше безотцовское, горькое, голодное детство. Знаем через слезы наших матерей, которые горько плачут в эти майские победные дни. В 1901 году война вошла практически в каждую семью. И едва ли найдется какая-то семья через присутствующих здесь людей, чтобы война это не коснулась вас. Я обращаюсь к вам, к ВИЗ-агенции. Пожалуйста, поднимите свои фотографии, то, что принесли своих родных и близких. Сейчас по всему миру проводится этот марш. Вот на этой фотографии, маленькой фотографии, моя семья. Здесь три поколения. Мой дед, Шевелев Семен Семенович, прошедший Первую мировую войну, дважды георгиевский кавалер. Мой отец, Черков Петр Николаевич, сложивший свою голову где-то в Сталинграде. И я, закончивший в 1961 году военное училище и отдавший 34 года службе. Война это плохо. Человек рождается на земле, чтобы жить, чтобы творить, чтобы в конце концов продолжать род человеческий на земле. И никому не дано право забирать все это у каждого из нас. Дорогие ВИЗ-агенцы, берегите мир и дай Бог вам всем здоровья. Низкий вам поклон. В память о погибших в годы войны объявляется минута молчания. Дорогие ВИЗ-агенцы, берегите мир и дай Бог. ВИЗ-агенцы, берегите мир и дай Бог. Я Бородина Галина. Держу портрет своего отца Бородина Алексея Сергеевича, который родился в 1911 году. Он был на фронте и в Первой, и во Второй мировой войне. Вернулся домой раненым. Служил он. Я была маленькая. Он рассказывал, что служил под Довговпилсом. И потом, вы знаете, когда он ушел из жизни, я же не думала, что я окажусь на этой земле, где он воевал. Не воевал, а защищал. Защищал Прибалтику. Судьба вот так сложилась, что мы теперь здесь живем, а отца моего нет. Это мой дедушка, Василий Андреевич. Он прошел всю войну с первого дня до последнего. На этой фотографии это 20 декабря 1944 год в Польше. Есть орден Красной Звезды и медали. На этой фотографии мой папа. Он ушел в 1944 году добровольцем. Ему было 17 лет. И после того, как в 1944 году погиб его брат, которому было 19 лет, разбомбили эшелон, ребят везли на фронт. И погиб Андрей Васильевич. И Ляков Федор Васильевич, его младший брат. Ну, а мои деды по линии мамы все погибли. Все были подводники. И погиб никто не вернулся. Три брата, в общем, все они погибли. И как бы даже нет у них могилы где-то. То есть они без вести пропавшие. У меня нет фотографий их, но всегда вспоминаю и помню. Это очень заслуженный герой в нашем роду. У него война началась в 10 часов утра 1941 года. А погиб он 24 декабря 1944 года при освобождении Будапешта. Он был командир танкового батальона. Его батальон прошел через Трансильванские Альпы. Он провел свой батальон. И поэтому обеспечил прохождение 6-й танковой армии. Очень заслуженный. Три ордена боевого красного знамени за так не дают. Герой Советского Союза, он посмертно был награжден. А погиб он во время боя ранила комиссара батальона. И он, когда пошел ему пополз на выручку, немцы их накрыли минометами. А так, наград очень много. Жена у него прожила 106 лет. Это мой брат. Батькова брат моего, батьки. А мой батька дошел только до Варшавы, в Белоруссии. Три месяца поевал и ранила осколком по ноге. У него было 11 братьев и сестер. Остались оттроем живых. Отец, отец, тетка и дядька. Все. Сейчас он похоронен в городе Балта. Одесская область, Украина. А был похоронен в Венгрии. При Советском Союзе я порезал в городе Балта. Сейчас моя мечта перевезти его в Белоруссию. Это единственный портрет, который сохранился в нашем архиве. Это мой отец, который погиб 33 года. Военнослужащий майор. Он служил на Украине. И когда происходили события в Киеве, вот этот киевский котел, он погиб в Голосеевском лесу. Вчера закончился кинофильм, который показывали по центральному телевидению по законам военного времени. Я считаю, что этот фильм это памятник таким людям, как мой отец, топчий Егор Кузьмич, который погиб сразу. Он не видел, как родилась я, потому что мне было только три месяца. А он в это время учился в Днепропетровске в военной партийной школе, в ЭТШ, как тогда называли. Поэтому я его не видела, но люблю до сих пор. Погиб он без вести. Но я повторю, что вчерашний фильм это памятник не только моему отцу, но, наверное, тысячам военнослужащих, которые ковали победу для сегодняшнего дня.